Добрый день! Мы после сессии Черноморского городского совета решили побеседовать с Василием Богучиком, депутатам этого совета, на тех вопросах, которые он настаивал на комиссиях, о снятии экспертов Денова. И как мы видим, что они действительно были сняты, хотим узнать его мнение по этим вопросам. Добрый день! Я хочу сказать, что действительно на сегодня на сессии я готовился к выступлению по двум вопросам. Это первое. Это уже все слышали, наверное, многие зрители, пользователи Фейсбука. Я стримил на бюджетных комиссиях, на земельных комиссиях, где я возмущался, что у нас касательно юристов, которые непосредственно работают ни по Конституции, ни по закону, ни просто нарушая даже здравый смысл иногда. Я хотел сегодня задать вопросы с этой трибуны по поводу того, каким образом у нас с 2016 года не подписан договор о правлении аренды стадиона «Бастион», который считается собственностью города. А спустя три года мы решили, будем таки говорить, заключить мировую угоду. Я считаю, это шаг от того, что просто на стадионе, который находится в оползневой зоне, вырастет очередная десятиэтажка. То есть для меня нет гарантии того, что если земельная комиссия голосует за мировую угоду, и после этого там не вырастет очередной небоскреб вместо стадиона. Потому я этот вопрос поднял на земельной комиссии, поднял его на бюджетной комиссии. В принципе, ничего не помогло. Члены комиссии проголосовали за то, чтобы передать стадион. Но был удивлен о том, что сегодня мэр заявил, что этот вопрос снимается с порядка. Также у меня были большие вопросы. Он это принял на самом личном решении? Да, я так понимаю, да. Почему? Потому что порядки Дэна есть, а с места мэр объявил, что этот вопрос снимается. Какая же ситуация произошла по Дому творчества? Это в прошлом, черноморцы его знают, назывался Дом пионеров. Это маленькое помещение, где более десяти секций занимаются дошкольники в основном. И вот в этом помещении, будем говорить, очень большая сложность с расположением раздевалок, с расположением еще классов для учений. Будем говорить об учении детей. Преподаватели мне лично, как депутату, жаловались об этом. В то время, когда в нижних этажах, цокольных, подвальных, находятся дети наших чиновников, занимают это учреждение, помещение непонятно для чего. И казино есть незаконное даже в коммунальном здании, понимаете, да? И я настаивал на том, чтобы эти здания, помещения передали непосредственно отделу культуры. Поговорив с начальником управления культуры, мы договорились о том, что он готов, не то что готов, он очень даже давно уже об этом радует, чтобы передали Дому культуры. Но меня не поддержали в комиссии ни на одной, потому я тоже готов был по этому вопросу выступать. Да уже более того, меня пришли поддержать коллективы творческие. Но этот вопрос тоже был снят с порядка Дэна. Остальные вопросы, есть, конечно, шероховатости, тоже небольшие, незначительные. Понятно, что поддержки я бы по ним не нашел в депутатском корпусе, но, тем не менее, сегодня такая дата, сегодня день рождения нашего города. Сегодня действительно два почетных жителя города, которых я, в принципе, тоже считаю, что это действительно заслуженные люди. Поэтому я сегодня решил, как бы, без, будем таки говорить, скандалов, без шероховатости, я решил сегодня, будем таки говорить, не выступать против... Хорошо, скажите, как вы думаете, эти вопросы обратно вернутся на комиссию и будет опять обсуждение? Да, совершенно верно. Будет опять обсуждение, и я буду настаивать на том, чтобы все-таки депутаты, еще раз, возвращаясь к базе отдыха, которую я сегодня хочу забрать у отдела ГУЖКХ, а лично у чиновника господина Мызы, который показывает убытки на базе возле моря, на базе, которая, будем таки говорить, заполненность ее на 150%, а то и на 200. Невозможно там никогда снять домик. Он показал, у меня есть до этого ролики, мои расследования депутатские, я снимал на видео, где там минимум 200 гривен, 150 стоит домик, самый без удобства. А там много домиков такого лакшери-класса с кондиционерами, с плазмами, с джакузи. И он показал в отчетности спустя полтора года, я за полтора года добился только информацию, и то через даму мэра Чуми, когда я добился информацию о том, что, оказывается, он показал, что домики он сдает на 80 гривен, и половину домиков, которые лакшери-класса, он не указал. Класса люкс. И в связи с этим, наверное, связана вот эта убыточность. В связи с этим я поднял вопрос о том, чтобы на следующих комиссиях, земельных, бюджетных, мы рассмотрели вопрос о том, чтобы передать, создать отдельное коммунальное предприятие, для того, чтобы забрать у этого коррупционера, начальника, как у ЖКХ города, забрать эту капельницу сладенькую, да, которую без кассовых аппаратов, без, я снимал видео в предыдущем стриме, минимум 200 гривен домик без удобств. А он показывает убытки. То есть мы вычисляем на год ему 500 тысяч, а он показывает прибыль 90 тысяч. То есть у нас 410 тысяч, мы теряем на базе отдыха в ЖКХ. Скажите, пожалуйста, что это должно быть прибыльное в нашем городе, если у нас возле моря база отдыха, в котором свет, вода, в котором все условия, которая забита всегда с мая по сентябрь. Все жители Черноморска как раз ждут курортного сезона, чтобы заработать, и получается коммунальный предприятие. Более того, я вам хочу сказать, что в бюджетной комиссии два члена комиссии, это председатель комиссии и Татьяна Наумова, имеют там коттеджи. Они двухэтажные. Личные коттеджи, двухэтажные, они не учтены в ответе господина Мызы. А как же они оформлены? Они никак не оформлены. Он их не показал по техпаспорту, он просто их укрыл, скрыл. Более того, я вам скажу, на депутатском клубе мне удалось все-таки взять обещание с господина Мызы, что мы туда попадем, так как база полностью закрыта, чтобы вы знали, что законсервировано. И мне приходилось туда в последнее время, когда снимать стрим, перелазить через забор. Мыза на меня на депутатском клубе обвинил в том, что я чуть ли не как вор, залез через забор и снимал. Но у меня не было другого выхода. Я в этом признаюсь, как показать то, что он показывает там 20 домиков, а на самом деле их там 50. Потому из этих 50 домиков, 30 домиков это класса люкс, и они не учтены. То есть им пользуются чиновники городского совета, ими пользуются депутаты городского совета, которые уже не один созыв имеют там свою недвижимость. Потому ситуация такова, что я считаю, что сегодня только вопреки... Получается, это будем надеяться, что этот вопрос все-таки на комиссии кофтуется, и он решится в положительную сторону для этого использовать для города, да? Да, будем надеяться. Ну все, спасибо большое. Мы брали интервью депутата Василия Бугачука о проблемных вопросах, которые были сегодня сняты с порядка длинного. С места событий журналист Роман Маршиниза, оператор монтаж Андрей Хлопчук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова